Работа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в Дербенте не идет нужным темпом. Это послужило причиной визита министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан в город, где глава ведомства посетил самые проблемные участки. Подробнее материали от Икат Магомедовой. Федеральная программа этапа 2015-2016 года под угрозой срыва по трем строительным объектам. На одном из них этап строительства находится на стадии вырытого котлована, с учетом того, что восьмиэтажный дом должны были сдать в эксплуатацию к концу текущего года. В ходе осмотра руководитель подрядной организации пообещал начать работы в жатые сроки. В следующую среду, что он будет залить. В следующую среду, что он будет залить. В следующий вторник вечером что будет залить? В следующий вторник будет готово все под заливку для цукольного этажа. Весь этот этаж все будет стоять. В среду заливаем? Да, в среду заливаем. Еженедельно глава министерства услышивает обещания от застройщиков. Выяснил, что подобная картина и по улице Пушкина 8. Строительство четырехэтажного здания хоть и идет, но с большим отставанием. Такая же ситуация и на улице Кобякова 29. Мы были до этого с вами вместе Кобякова 29. Дело 26-этажное здание. Оба объекта мы считаем, что сегодня беспорядок фондовский объект. Мы считаем, что всевозможные графики производства работы на объектах нарушены. Нет никакой уверенности, что объект до установленной сроки будет введен в эксплуатацию. Я думаю, что администрация города, осуществляющая программная территория города, обязательно надо принять срочные меры, либо найти способ замещения тех квартир, которые в этих домах тоже были самыми жильцами, либо какими-то экстренными мерами, а завершенствующими. Всего же по данной программе в Дербенте возводятся 11 домов. По словам руководителя Минстроя, ведомство предприняло всевозможные меры для реализации федеральной программы на территории города Дербент. Но, однако, местная власть малоактивна. Атикат Магомедова, Исрафил Исрафилов, телеканал ННТ. Дербент.